Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оставила малолетних детей в квартире, а сама пошла по делам. Очередной случай, когда дети ходили по подоконнику, произошел в Светлогорске. На этот раз отличилась молодая мама, которая заперла своего четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь в квартире и ушла решать личные вопросы. Мальчика и девочку заприметили в окне пятого этажа случайные прохожие. Они-то и сообщили тревожную информацию в МЧС. К моменту приезда спасателей дети по-прежнему находились на подоконнике, держась за раму, в которой была открыта форточка. На пятый этаж незамедлительно подняли автолестницу, а со стороны входной двери квартиры детей начал отвлекать специалист службы спасения. Ему удалось установить контакт с мальчиком, который самостоятельно отворил дверь. В итоге все живы. С матерью оперативно связались по телефону. К тому моменту женщины не было дома более часа. Выяснилось, что в квартире без присмотра взрослых находятся мальчик и девочка 2014-2016 годов рождения. По предварительной информации, мать примерно в 9 часов утра того дня уехала по личным делам, оставив детей одних в квартире. Спасателям совместно с сотрудниками районного отдела внутренних дел удалось связаться с женщиной, после чего они дожидались ее прихода. Дети в медицинской помощи не нуждались, пострадавших нет. Не дошел до пешеходного перехода несколько десятков метров. В Мозоре 20-летний водитель Киа Соренто сбил пенсионера, когда тот переходил дорогу. Наезд случился накануне утром. Пострадавший решил перейти улицу там, где это было не предусмотрено правилами дорожного движения, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости. Как результат, мужчина получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. В отношении водителя ведется разбирательство. Причиной данного происшествия было в том, что пешеход переходил не установленном месте дорогу, поэтому пользуясь случаем, обращаясь ко всем пешеходам, соблюдаем правила дорожного движения, переходим только на пешеходном переходе, регулируем и не регулируем, а также в темное время суток обозначаем себя световозвращающими элементами. Один неловкий маневр и груз уже не собрать. ДТП подречицы попало в объектив очевидцев. На трассе М-10 перевернулся грузовик с зерном. По информации ГАИ машина принадлежит частному перевозчику из России. Фура следовала в Брест. Товар потерян, но водитель цел и невредим. Взяли сети и порыбачили на славу. В Петриковском районе сотрудники природоохраны задержали любителей незаконной рыбалки, которые в три пары рук наловили почти 22 килограмма рыбы. Рыбацкое трио вышло на пойму реки Припять. Браконьеры вооружились 8 сетями общей длиной в 266 метров. Незаконный улов состоял 96 особей озерной речной рыбы, а ущерб около 2800 рублей. К слову, все участники незаконной рыбалки эту сумму уже возместили. С ними продолжают работать представители правоохранительных органов. Хочу также напомнить рыболовым любителям, что на водоемах и водотоках Гомельской области с 1 ноября по 31 марта начинается запрет на вылов сома. И вся рыба этого вида, пойманная в данный период, должна быть отпущена в рыболовном угоде в живом неповрежденном виде. Следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который может быть причастен к серии противоправных действий против половой неприкосновенности людей. Вот фотография этого человека. Он неоднократно судим по различным правонарушениям на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей, в том числе дважды за изнасилование. У следователей есть основания полагать, что он может быть причастен к иным преступлениям, поэтому обращаются гражданам с просьбой сообщить любую полезную информацию по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.